МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале МПАК. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами на влиянии. Я не один. Сегодня я снова предоставляю гостя Михаил Андреевский. Приветствую, Михаил. Добрый вечер у вас. Здравствуйте. Служитель церкви Аркейда. Здравствуйте. Сакрамента прекрасном. У нас вчера была хорошая встреча с вами и сегодня продолжение этой встречи. Мы говорили о том, что привело к тому, что Господу угодно было в свое время, дать повеление Моисею, а через Моисея всему народу, дабы устройство скиньи сделать, то есть дабы построить скинью. И мы остановились с вами. Друзья, если вы пропустили нашу вчерашнюю программу, вы потеряли очень много. Тем не менее, у вас есть возможность эту программу заказать, позвонить нам по телефону, и копию мы вам вышли. То есть это тема, о которой мы, кстати, почему, когда мы встречались ранее с вами и обговаривали, какая тематика будет насущна, вы помните, я говорил, что мы практически не касались. Бегло там, ну, за святилище, за скиньи устройства, очень бегло. Давно мы эту тему не поднимали, потому она действительно очень интересна. Для меня первого. Для меня первого. Потом мне уже люди звонили, прям вчера звонили. Мы повтор, кстати, делали вечером о том, что тема интересная была. То есть в нашей памяти восстанавливаем те образы, те святыни, и все то, что имело место несколько тысяч лет назад. А оно для нас прообразы, большие прообразы. Мы остановились на том, Михаил, из чего состоялась, как мы говорили, шатер, самоскинье. Она имела несколько, так сказать, на своей территории несколько помещений. Чем она накрывалась, мы говорили, из какого дерева и прочее. И мы остановились на жертвеннике. То есть это мы еще во святое святых не вошли. Мы только в притворе, наверное, были, да? Мы только во дворе. Мы еще не вошли во святое святых. И интересный вопрос я в самом конце задал вам, что сам жертвенник, который называется жертвоприношение или всесожжение, мы не должны путать с жертвенником, который называется жертвенник в воскурении, который же внутри находится, куда мы еще пойдем. И, кстати, друзья, я уверен, что камера вам покажет сейчас вот такая наглядность, как мы называем, визуальная наглядность. И она довольно-таки, ну, может, не в деталях, но, тем не менее, есть представление, что же такое скинье, этот же шатер. И вот справа от вас, с левой стороны, находится этот жертвенник. Прибегали к этому жертвеннику библейские персонажи, мы знаем, мы чуть поговорим, и они хватались за роги жертвенника. Вам словно. Да, действительно, само послание Бога через кинью – это Божья премудрость, потому что Бог многократно и многообразно говорит. И есть слово, которое записано, есть слово, которое сказано, есть слово, которое Господь сам, как бы сказать, на камерских жалах написал, да, вот там, для Моисея. Но вместе с этим Господь дал вот это слово через скинье. Это слово, это образы, Бог многообразно, значит, вот каждый элемент имеет свое значение. Я быстренько бегло напомню, что этот шатер, эта скинье, она небольших размеров, если смотреть по Библии, я переведу в метры, то это примерно сам шатер, который находился внутри двора. Он был 5 метров по ширине и 15 метров по длине, совсем небольшой, по высоте 5 метров также. И он был окружен забором из белой ткани, длина забора была 50 метров и ширина 25. Мы сейчас находимся у самого входа, то есть, первый вход, который открывает нам вход во двор, высота этого забора была два с половиной метра и при входе мы встретили вот этот жертвенник, да, медный жертвенник, который являлся, можно сказать, началом, если так по большому счету сказать, то это есть Евангелие, то есть к жертвеннику приходили люди за спасением, за очищением. Даже вот тот случай, который вы напомнили, когда люди приходили, хватаясь за роги, за роги, почему там были роги, это все было повеление Божие, рог всегда символизировал силу, да, сила и все эти роги были четыре рога, они также во время жертвоприношения окроплялись кровью, они также давали направление, то есть все четыре стороны, Бог как бы направлял свою милость. любой человек, неважно, это был израильтянин или язычник, любой мог прийти к жертвеннику, это исключительно только жертвенник, к которому имел доступ любой человек, но приходили туда, во-первых, с нуждой и осознанием греха, во-вторых, как вы сегодня заметили, приходили как к убежищу. Когда человек сделал какое-то преступление, скажем, невольно, нечаянно, да, и чтобы его не осудили так вот скоропостижно, если он хватался за роги жертвенника. Не имели права. Не имели права его взять на смерть, за исключением, если это было умышленное, если рассматривали судьи, да, и усматривали, что это умышленное, то сказано даже и оттуда возьми его, если это умышленное убийство. То есть жертвенник своего рода, он был как бы убежищем для людей в таком случае, и тем, кто искал снять бремя греха, потому что все люди, они обременены этим грехом, от начала, вот они получали это прощение посредством жертвы. Получается, как мы уже об этом говорили, что жертва забирала грех и умирала на этом жертвеннике, а человек освобожденный, обмен, обмен. И помните, я вам напомнил, что от этого вот, ну, уже позже, значит, от этого животного оставалось только имя. Да. Имя. Это имя, которое вот праведник, праведное за неправедных, жертвенник, это прежде всего нам указывает на то, что к Богу доступ всем открыт. Но без Христа ни шагу вперед. Вот это номер один, самое важное заключение. Интересно, интересно. То есть, мы, как вы понимаете, это тоже в тему, как вы понимаете, сама Скиния, ну, во свете новозаветнего служения, мы прекрасно понимаем, что, я вот постараюсь сформулировать свою мысль с Божьей помощью, ожидаю ваш ответ уже с Божьей помощью. Мы, как христиане новозаветние, оглядываясь назад, мы можем считать и считаем, что сама Скиния – это была ценность, но она была прикладная ценность. То есть, для евреев в то время это была безусловная ценность, это было средоточие всего. Но для нас, христиан, вот есть, как мы говорим, прикладные науки, да, вот в системе образования есть фундаментальные науки, есть прикладные. То есть, это те, которые дополняющие, основные, фундаментальные науки. Поэтому для нас мы же понимаем, мы понимаем, что это образцы, то есть, это были образы, это были символы, как мы их, и толкуем символы для нас. Потому что, по большому счету, я даже, я даже, вот сегодня размышляю об этом, 25-я знаменитая глава, смотрите, 8-й стих. Господь как говорит, и устроят, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. То есть, здесь имеется в виду, здесь акцент делается, буду обитать посреди их. Акцент делается на народе, на народе. Акцент делается. Мы же, во свете этого, мы понимаем, что новозаветние христиане, верующие, коими мы являемся, мы сооружаем, или, по крайней мере, должны сооружать жертвенник, или эту скиню внутри себя, в сердце своем. То есть, обитать буду посреди. То есть, насколько я изложил свой вопрос доступно, хотя евреи, они понимали, что для них скиния, так оно и было. Это было безусловное, без всяких условностей, это было средоточие, как мы говорим, центр мироздания еврейского народа. Ну, что бы я сказал? Во-первых, нужно заметить, что люди ветхозаветние, или, как мы скажем, дохристовый период, они получали откровения от Бога, как мы уже говорили, многообразные, многократные. Вот для того, чтобы подготовить народ, израильский народ, к принятию, к предшествию Христа, вот все эти образы работали таким образом. Убедить человека в необходимости принесения жертвы. Это первый шаг. Но ведь конечная цель – это войти во святое святых, и, как Господь сказал, буду жить среди них. Среди них. Это, как бы, конечное желание Бога. И, кроме того, каждый, кто приходил туда, он постоянно, как бы, видел, вот это было напоминание. И в то же время они понимали, что вот эти жертвы, они покрывали грех, но они не снимали грех. Сама кровь, она покрывала. Вот как снег, вот выпал снег зимой, да, снег покрыл грязь, мы понимаем, снег растаял, мы говорим, вау, что это, так приятно, когда есть покрывало. Вот жертвы, они покрывали слово «простить», еврейское значение, ветхозаветнее, которое употребляется здесь, означает «покрыть». До следующего раза. Да. Потому что грех опять же принял, и опять он должен покрывать. А когда Иисус пришел, то он уже истребил. И уничтожил. Уничтожил грех. То есть здесь, как бы, эти вещи, они называются, уже в Новом Завете послание к евреям, да, это тенью будущих благ. И на самом деле для евреев это было, ну, можно сказать… Другого не было. Другого. Это самое яркое. Да, да. Самое сильное. Это Евангелие, что вот Бог зовет, и Бог дает прощение. Интересно, что у Бога есть определенные, как сказать, характеристики, которые Бог сам сказал о себе. Одна из них – Бог, любящий прощать. То есть… Его атрибутика. Вот. Прощать Богу нравится. Это ему приятно. И вот здесь, на примере жертвенника, Бог показывает, приди, я тебя прощу. Но простить задаром, как бы сказать, ну, по-русски говорят, на халяву невозможно. Должно с правосудия одновременно быть, вот, милость, Бог, он человек любивый, много милостивый, и Бог справедливый. Оно должно как-то соединиться. Сочетаться. Оно должно быть, да. Где-то. Оно должно быть противоречия. Да, да. И вот здесь это на жертвеннике. То есть, невинная жертва становится именно ответом на правосудие. А прощенный, покрытый грешник – милосердие. Вот эта важная мысль настолько вы усилили мысль, что все-таки грех, он кровью проливаемого животного, он покрывался. Покрывался. Он не прощался, он не улетучивался, он просто покрывался до времени. До времени. До Христа. До Христа. Это сильная мысль. А во Христе именно осуществилось это. Да, да. И если мы вспоминаем о том, что когда Господь все это дал, Он дал это вместе с заповедями. Да. Это очень важно. Потому что заповеди тоже имеют свое назначение – показать характер, сущность Бога. Он говорит, я Господь Бог твой единый, ты не будешь у тебя Богу. Он показывает. И показывает грешность человека. Каков человек? Каков Бог? И как это совместить? Вот оно должно быть там. И на основании этих заповедей и судится ведь, что есть грех. Если бы, как говорит заповедник Павел, я бы не узнал греха, если бы не было его. Не крани. Я бы не узнал, что этого нельзя. То есть грех обнаруживается посредством заповедей. Познается законом. Познается законом. Так написано. Да, да. Продолжайте. И это является как бы, это об одном. С одной стороны, Бог справедливый, милостивый, с другой стороны, грешный человек. И вот здесь, начиная от самого жертвенника, идет движение. Движение навстречу Богу. Нет, можно даже по-другому сказать. Движение Бога и человека навстречу друг другу. Но инициатива не человеческая. А Божья. Божья. А я такой пример проведу. Часто мы, люди, и сами замечаем за собой, и других слышим, когда говорят, ну, расскажи, как ты пришел к Богу. Да, да. И человек рассказывает, некоторые так красиво рассказывают. Иногда кажется, что Богу ничего не оставалось, как этого красавчика взять и сразу поместить на небеса. Ну, да. Как будто Бога, он осчастливил. Хотя, по большому счету, там наоборот было. Наоборот. На самом деле написано, никто не ищет Бога. Да, да, да. Это Бог пришел. Точно. И Бог в Иисусе Христе. Вот он вышел настолько вперед, вот он во дворе стоит. Кстати, вот эти открытые ворота, которые первые, да, вот эта завеса, она самая широкая. Там 20 локтей, то есть 10 метров ширины. Это открыт, свободный путь. Приходи. Приходи. Это призыв. Понимаете, что такое ворота? Ну, например, мы подходим к дверям, и написано, открытые или закрытые, да? Ну, да. А в некоторых, и не написано, а дверь открыта. Это говорит о том, что свободный путь. Заходи. Заходи. Это приглашение. Вот эти ворота. Заходи. Заходи. В некоторых написано, во дворе злая собака. Если такое. Да, если открытые ворота, не заходи. Не зайдет. А смотрите, Михаил, а почему должен быть круглосуточно, тоже же олицетворение глубокое, почему огонь должен был гореть круглосуточно? Гореть круглосуточно. Чем это было вызвано? Это очень интересно. Дело в том, что когда все началось, когда Моисей по повелению Господню поставил скинье, и, кстати, об этом мы находим в Левитах, в 9 главе. Это уже когда законы были, да? Вот когда все это, они уже завершили, закончили, закончили. Он заповедь дал о жертве. Ага. И 20 стих 9 главы Левитам. Смотрите, написано. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеньки всесожжение, и тук, и весь, видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». 24 стих, да, это 24. Вот это впервые, да, 24 стих, простите. Это впервые мы видим, что сам Бог принял. Вот они только положили. А Бог принял. Вот снизошла с неба эта милость, благодать, что жертва была поглощена. И затем этот огонь Господь повелевал, чтобы он всегда горел. Ну, мы понимаем, как можно огонь, чтобы горел. Во-первых, нужно заметить, что Бог давал повеление. Были жертвы ежедневные, еженедельные, ежемесячные и праздничные. Четыре категории жертв. Ежедневные совершались утром, до обеда за три часа, и через три часа после обеда. Как бы утром и вечером. Это каждое утро и каждый вечер приносили жертвы. Огонь должен быть, где его взять? Вот тот огонь, который зажег Господь, они должны были его хранить, поддерживать. Когда переносили с кенью, идти с этим огнем, ну, как можно было идти, я предполагаю, так практически, а то собирали горячие угли в сосуды и их переносили, горячие угли, потому что они ходили иногда много, иногда недолго, как Господь им велел. То есть, и отсюда же брали огонь для выжигания светильника. Уже там во святой святых будет семисвечник. И отсюда же брали огонь на жертвенник курения, о котором мы говорили. Да, да. Золотой жертвенник. Потому что это медный, а там золотой внутри. Внутри. Там огонь не горел постоянно, светильники горели постоянно, огонь брали отсюда. Это был не простой огонь, это был божий огонь. Божий огонь. Поэтому у нас возникает вопрос. Следующий же, что интересно, следующий же глава, в Левитам, уже десятая, говорится тоже об огне. Что священники принесли огонь. Точно. И что с ними случилось. А в чем чуждость огня их характеризовалась? Ну, можно предположить. Мнения могут быть разные. Свой огонь они просто... Ну, если в контексте мы читаем, наверное, они не оттуда взяли. Не от первоначального, богом зажженного, а взяли свой, наверное. Где-то откуда-то. Где-то откуда-то. Здесь существует, если по тексту смотреть, следующую главу посмотреть внимательно, то, что Господь говорит об огне, да, об огне, чужом, он называется чужом, а чужой. Ну, да. То есть не оттуда, откуда его надо было взять. Вторая, а здесь очень серьезное предупреждение серьезное, когда мы читаем дальше, что Господь говорит, говорит, вот смотрите, девятый стих. Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои, когда входите в скинь и собрание, чтобы не умереть. Точно. Если как бы предположить, ну, мы же не были 3000 с половиной лет назад. Вот огонь взяли не оттуда, и Господь говорит, не пей вина, когда идешь в святилище. Вероятно, это я не утверждаю, но я предполагаю на основании, и есть такое мнение у богословов, вероятно, они заложили крепких напитков. И когда человек, хоть чуть-чуть у него в голове не так, он может что-то перепутать. Служение Богу со стороны священников было скорпулезно описано. И вот здесь шаг влево, шаг вправо не позволялось, надо было иметь трезвый ум. То есть шаг влево, шаг вправо смерть, там конкретно. И даже он говорит, чтобы не умереть. Как бы предполагается, рисуется картина, вероятно, чуждые огонь они взяли, может быть, даже не с умыслом. А вот, ну, когда вот у человека притупляется, ну, вы понимаете, да? Я думаю, что это одна из причин, почему мы как христиане, допустим, я сам и других людей учу, это наш евангельский принцип, мы не употребляем крепких напитков. Воздерживаемся. Воздерживаемся, кроме причастия. Ну, когда вы говорите крепких, надо приложить толкование, что никаких не вина, кроме причастия, да, никаких алкогольных, да. Почему мы эти делаем? Потому что есть такой, есть такой пепсикола, такая крепкая. Готированная, да? Да. Потому что священник должен быть всегда с трезвым разумом, с ясным взором, вот ни влево, ни вправо. Потом, все, что они делали, а их труд был очень важен, касалось души человека, касалось Бога, с Богом нельзя приходить на своих собственных условиях, с Богом можно приходить только таким путем, который Бог предлагает. Давайте вспомним, как священники появились, ведь это было Божье избрание. То, о чем мы вчера говорили чуть-чуть. Да, Бог избрал Моисея, избрал Аарона. Затем из сынов Аарона, у него было четыре сына, да, из сынов Аарона это были священники. Да. Значит, было пять священников. Один из них первый священник, то есть первый священник, это отец. Два священника, мы видим, погибает. Два. Вот. Затем все потомки Аароновы, это были священники. Да. Один из них старший, то есть начальник рода, был первосвященником. Затем уже позже появились несколько первосвященников и так далее. И первосвященники, а другие сыновья Левия, да, они тоже были левиты. Они не несли служения внутри храмовая, они были как помощниками священников. Вот давайте вспомним историю. Допустим, Самуил и священник Ильей. Самуил, он был тоже из колена Левина. Он левит. Он служил, помогал священнику Илью. У него там сыновья, мы знаем, были негодные. То есть левиты, они помогали. Они как по-нашему сказали, ассистенты были, помощники. Но главная ответственность была на священники. Поэтому Господь их очень строго спрашивал. Священник, особенно первосвященник, он имел особую привилегию. Например, в Скинии и во дворе совершали служение священники и первосвященник. Но входить во святое святых мог только первосвященник. Раз в год. Раз в год. Были праздники, как я уже напомнил, было 7 основных праздников. Это начинались праздники с Пасхи. 14-й день Ниссан. Первый вечер считался пасхальный день. Затем 7 дней опресников. Первый день опресников, это на второй день Пасхи. Затем на следующий день читался праздник первого снопа. Праздник седмиц. Вот. Потом будут седмицы. Это вносили первый ячменный сноп. Потому что урожай собирали, начиная с зерновых. А зерновые созревают первый ячмень. И вот в начале жатвы ячмень. А потом седмиц. Идет дальше на 50-й день. То есть 7 недель. Вот заканчивается собирание урожая зерновых. И начинается собирание урожая общего. И тогда уже приносили пшеничный плод. Пшеничный сноп. Вот когда Христос, Иисус Христос умер. Он умер на праздник Пасхи. Он находился в огробе на следующий день. А на третий день воскрес, когда первый сноп приносили. Первый у снопа праздник. Сноп потрясания. А когда Дух Святой сошел, как раз это был праздник Седмиц. Праздник Пятидесятницы. Это были весенние праздники. Осенние праздники, это были праздник Нового года. Рошаан. Новый год. Затем праздник Йон-Кипур. Йон-Кипур это очень важный праздник. Вот во время, или очищение. Праздник Судного дня его еще называют. Во время, Новый год еще назывался праздник труп. Новый год трубили. Ну, как у нас куранты бьют, фальсалюты на Новый год, а у них трубы. Получается, что у них, по сути дела, было два Нового года. Один весенний Новый год, такой, можно сказать, религиозный, ну, как мы сказали, духовного назначения. А этот Новый год гражданский Новый год. По календарю уже, календарный. Это уже два Новых года было, основных. Потому что там еще наблюдаются. И, значит, первый праздник осенний, это Новый год. Он в седьмой день празднулся, в первый день. В десятый день, с девятого вечера, праздник Йон-Кипур. И в этот праздник первосвященник и заходил. Один раз в год, только один раз. Вот каждый год он приносил жертвы за себя сначала и за весь народ. А, кстати, очень интересная мысль. Иногда люди думают, что он туда входил один раз. На самом деле он два раза входил. Сначала он приносил за себя. То есть это было в одном дне, в одной части служения. Но он должен был сначала за себя принести, потом вышел и он приносил, помните, два козла. Козла отпущения и козел из жертвы за грех, за народ. И с кровью он входил туда. И заканчивался этот праздник был Кущень. Праздник, ну, как сказать... Память выхода из, где они ходили по пустыне, находились в Кущене, жили. Вот все эти праздники, они имели особое значение. Да-да. Именно в эти праздники были особые служения. Священники должны это знать. Это уже каждый день, утром и вечером. Каждую субботу двойные приношения. Это уже священник все должен знать. Это кто ему должен рассказать? Нужно заметить, что вот книга закона, пятикнижья, она хранилась у двух людей. Первое, у священника. Священник, это должен быть как свет для народа. А второй, это когда царь. Царь или князь, да? Вот у двоих должен быть тихо. Если вдруг священник, знаете, вот сейчас понятие двухпалатный парламент, да, власти разделяется, законодательный, исполнительный, да, вот, если один куда-то в сторону, другой поправляет. А судебно еще поправляет. Да, еще третий, а еще есть еще другие власти. И если вдруг царь уходит в сторону, священник должен ему указать. И, ну, по истории мы видим, там, допустим, Давид что-то не то сделал, да, пришел пророк ему, раз, на фан, да, или Давид говорит, вот сделаем так-то и так-то, и понес, и понес. Вот, но ведь священники должны были, сказали, владыка, должны были бы сказать. Да, конечно. Это же их закон. Как носить? Понятно, они его давно не исполняли, потому что оно было на одном месте уже при Давиде. Вот, не было путешествия этого, да. Но они должны знать. Священник настолько должен знать слово, потому что это ответственность перед Богом. И он же приносил для людей благословение. Он был представитель. От людей он был представитель для Бога. От Бога он был представитель для людей. Да, да. Вот как бы как мостик великой ответственности. А вот скажите, скажите, Михаил, то, что было в одно из отделений, по-моему, это не во святом святых, это было, это не во святом святых, а перед, во святилище, да. Там находилась Тора Моисея. Это же там она находилась. Она находилась в Ковчеге. Она в Ковчеге находилась. То есть, это та Тора, которую Моисей собственными руками написал. Я так понимаю, нет? Значит, это очень интересно. Когда Господь дал заповеди, он тут же сказал Моисею, сделай ковчег и положи туда скрижали. Вот эти заповеди, скрижали, они находились внутри этого ковчега. А Тора? Правильная мысль. Тора, когда Господь написал, то есть, Моисей написал по появлению Господним, он должен был внести туда. Вероятно, так как тогда это были свитки, это же не такая, как книга, это был большой свиток, вероятно, он лежал где-то рядом. В Ковчеге находились, или здесь во святое святых находились такие элементы – каменные скрижали, затем манна и жезл аэронов расцветший. Ну, что касается пятикнижей, то оно было рядом, и еще, если вы помните, во дни филистимлян, когда вот ковчег туда-сюда, они сделали золотых мышей и принесли в жертву. Да-да-да. Принесли в жертву, и вот они там, где-то рядом были, это тоже рядом они были, но внутри должны были находиться жезл аэронов – это знак власти, власти божьей. Манна, ковчег, то есть сосуд с манной – это как бы знак милосердия, заботы божьей. Что он впитал их. Да, заботы, всемогущие. Вот в скрижале – это определяет характер и строгость, и благость божия. Здесь больше характер божий, сущность Бога, что не согрешит. А вот когда мы выйдем уже во святилище, там семисвечник, по-моему, стоял, да? Семисвечник. Почему семисвечник? Интересно. На самом деле, у Бога есть значение, имеет смысл даже и цифры. Это правда. Да. Ну, если теоретически можно сказать, вот внутри, мы еще, конечно, не переступили, но пока образно скажем, внутри вот этой палатки, которую мы называем скинией, да? Это же была как палатка, да? Покрытая тканью и сверху шкурами. Вот это первое отделение, которое называлось святое, 5 метров по ширине и 10 метров по длине. Вот. А святое святых было 5 на 5 и на 5, то есть кубической такой формы. Там не было никакого освещения, потому что это все было закрыто, и сверху еще были покрыты два толстых слоя кож. Кроме того, что вот эти покрывала, бараньи кожи, красные и синие кожи. То есть там было довольно темно. Темно. И необходимость светильника была, ну, без сомнения, потому что там надо было совершать служение. Почему Господь дал 7? А число 7 – это вообще число полноты. Вот, мы знаем. 7 дней, которые Господь сотворил, 7 церквей, когда мы видим, 7 духов при лицом Господнем, 7 ангелов, 7 труп – это число полноты. Завершенности. Скорее всего, это имеет то значение, что вот то, что Бог сделал, уже ничего не прибавляй. Вы понимаете, что написано в Писании? Что если вот Господь сделал, к этому не надо прибавлять, но и не убавляй. Если Бог сказал 7, значит 7. Вы помните, это я еще помню, альтернативную точку зрения нам предоставили, это где-то в библейской школе я учился, помню. Даже цитировали Иосиф Флавий, иудейские летописи, которые дошли до наших дней, он там пишет относительно 7. Это чисто свое плотское писание он оставил для нас. Говорит, 7 – это Солнце и Луна, это, говорит, то, что знали на то время, на то время знали, ну и плюс 5 планет. Там перечисляют Сатурн, Венера, потом Меркурий, потом еще два каких-то. Интересно. Да, вот так вот Иосиф Флавий взял своим плотским умом и изобразил это. Но на самом деле, как вы говорите, там божественный глубокий смысл. Это не просто с потолка Солнца, Луна и еще 5 планет. Да, это очень интересно. Нужно сказать, что вот до жертвенника, как мы уже упоминали, мог пройти всякий, а уже дальше переступить порох не мог. Вы представьте себе, с какой радостью. Вот человек прощенный уходил. Там было 5 основных жертв, 5. Вот таких обычных, я не имею в виду праздничных. Но среди 5 жертв, 2 были главные. Жертвы повинности и жертвы за грех, которые человек приносил. Если человек согрешил против человека, кроме того, что он приносил жертву, он еще должен был воздать человеку. Есть понятие покаяния, а есть понятие осознания греха. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Вот человек может осознать грех. Допустим, Иуда осознал грех. Но покаяния не было. Хотя написано о нем, что он раскаялся, пошел и раскаялся. Это не было такого покаяния, которое Господь сказал, что блажен, в чем духе нет луковства, искренним по искреннему. Когда человек по-настоящему раскаивался, он приносил жертву, он должен был возвратиться к человеку, которого он обидел, воздать. То есть, возвратить ему, если он что-то забрал. Прибавить к этому пятую часть. По-нашему, это 20%. И вот тогда только Господь это принимал как жертву. И сегодня иногда люди говорят, ну ладно, я тебя обидел, но Бог велел прощать, ты меня прощай. Должников, смотри, прощай, иначе Господь сказал, что и тебе не прости. Ну да. Такое впечатление, когда люди кого-то обижают, хотят сказать, ну ты же знаешь, что ты должен сделать? Нет. Для каждого, кто сделал грех против Бога и против человека, с Богом человек приходил с покаянием, сокрушением. Господь, он видит сердце, блажен, в чем духе нет лукавства. Да. Когда человек с человеком имеет дело, то ты должен воздать. Воздай. Если ты взял, отдай то, что взял, приложи пятую часть. То есть, наладь отношения, построй. Знаете, это очень важно, потому что так же и Христос пришел. Вот, допустим, он пришел в дом Закхея. Закхей, там другие говорили, как он зашел в дом грешника. Иисус говорит, пришло спасение. И результат. Что говорит Закхей? Кому? Кого обидел, воздам четверо. Четверо. Да. Это еще больше. Это еще больше. Еще больше. Затем, почему в четверо, интересно. В законе было так сказано, если кто украет овцу, должен отдать четыре. Значит, вероятно, он имел в виду вот эту часть. Да, да. Он же и овцами брал налоги. Может быть, лишнюю овцу взял. Воздам четверо. А, говорит, половину имущества моего отдам. И Христос говорит, ныне пришло спасение. То есть, измененное сердце. Вот человек, который уходил искренне раскаившийся, он уходил другим человеком. Смотрите, и когда он возвращался, ну, как вот человек, если он в суде, и суд за преступление, затем его оправдывает. Как чувствует себя человек? Ну, конечно. Бесловнение, радостно. У него настроение другое. Он идет туда подавленный, уникенный. Что будет? И вдруг он уходит счастливый. Вот эти врата, которые были открыты, это были врата спасения. Вы помните, позже Давид сказал интересные слова. Он сказал такие слова. В 121-м псалме, что ли, написано? Нет, это в псалме 26-м. Он говорит, одного просил я у Господа. Того только ищу. Да. Чтобы пребывать мне. В доме Господнем во все дни жизни моей созерцать что? Красоту. Красоту Господню. Да. Вот скажите, какую мог видеть Давид красоту? Угу. Я думаю. Тогда и храма-то не было. И храма не было. Конечно. Это вот прощенные сердца. Это когда человек вот очищенный, свободный. Он уходит, его лицо ликует. Он идет славит Бога. Он готов. Он совсем другой. Мы понимаем, что Давид уже во благодати жил в то время. Понимал, что такое благодать. Понимал. Ну, он же пишет о себе. Говорит, я молчал и кости мои обветшали. Да? А я просто открыл грех перед тобой. Или что? И все изменилось. Да, да. Ты снял с меня вину. Вину. Греха моего. И зато помолит тебе каждый праведник. И так далее. Это великая сила. Смотрите, Михаил, то есть поправьте меня, но вот сама Скиния и те, которые, евреи, которые ее окружали, ну, когда они шли по пустыне, помню тоже из библейской скамьи. Несколько тысяч шагов должны были, потому что они же каждую субботу приходили туда, да? На шаббат. Ну... А несколько тысяч шагов они должны были располагаться вокруг, чтобы в субботний путь они не сделали больше двух тысяч шагов, я так понимаю, да? Да, там был километр. Или километр. Ну, шага как 50 сантиметров. То есть получается, что Скиния, она находилась прямо в центре, да? Да. Прямо в центре всех. Это же там несколько миллионов. Да. Когда они располагались, они все. Самые близкие это было Моисей Иисус Навин, затем Левитый. И все двенадцать колен, они располагались, Бог давал повеление, каждому колену свое место. Они ставили свои шатры вокруг Скинии. Страх или, как сказать, вот этот благоговение перед Богом. Да. Это нормально. Бог это ценил. Дело в том, что вместе с тем, что загорелся огонь на жертвеннике, на Скинии появился столб. Облачный. Облачный. И огненный, да? И огненный. То есть мы знаем, днем это был облачный, огненный. Когда они шли по пустыне, Бог их сопровождал. Мы помним историю с фараоном. Да. И, кстати, ведь им не было холодно. Из-за чего? Из-за Божьего присутствия. И мне было жарко. Почему? Божье облако их покрывало. У них ноги не пухли в течение сорока лет. Точно. Обувь не вешала. Расслабились. Расслабились. Вы можете представить? И не было болящего в коленях. Точно. Они жили в Божьем присутствии. Это чудо. И это чудо возможно было только тогда, когда люди правильно понимали, как подходить к Богу. И Бог этот путь открыл. Вот большая привилегия, большая честь удостоился этот народ израильский. Но на них-то это не остановилось. Вы помните позже, когда уже храм Соломон построил. Он говорит, если придет из другой страны. Чужеземец. Да, да, да. И говорит, все равно услышишь, Господь принимал всех. И даже Господь говорил своему народу, Моисею, один закон для всех. Для чужеземца или для местного жителя. Один закон. То есть, когда Бог смотрит, он не смотрит на лицо. Но просто избрание было, это привилегия. Избрание всегда это привилегия и ответственность. Вот мы говорим, Бог избрал Израиля. Да. А вот смотрите, какую он дал им честь. Конечно. А сколько они за это пострадали. Да что? Если они, зная Бога, делали что-то не так. Кто знал волю, будет бить больше. Бить много. Пострадали много. Да. Но Бог не отверг. Вот в этом милость. До времени написано. Бог не отверг. Скажите, а вот смотрите, в последующее уже, когда они перешли Ханаан, то есть, захватили Хананскую землю и Иордан перешли, то начали строить жертвенники и там, и сям. То есть, уже жертвенник не только был при Скинии, но и там, и сям. Вот чем это было вызвано? Ну, первый жертвенник, который построили, они же разделены были Иорданом. Да. Два половины колена были с одной стороны, да? Кажется, монахи, Ефремовы, полуколена. Полуколена, да. И там были десять колен, да? И когда здесь, на этом берегу построили жертвенники, Иисус Навин, они его собрались и войну хотели открыть. Вы что там? Господь сказал других жертвенников не стройте. Точно. Только перед этим жертвенником не стройте. И когда они послали сначала послов, хорошо, знаете, как бывает, иногда нужно остановиться, разобраться. Воины уже готовы идти, чтобы там все смешать, как бы за идолопоклонство. А они говорят, нет, этот жертвенник у нас не для жертвоприношения, это как памятник. И они интересно объявили, говорят, знаете, пройдет время, может быть, ваши дети скажут нашим детям. Точно. А у нас нет ничего общего. Да, ничего общего. Река, граница, вы сами по себе, мы сами по себе. И не пустят нас поклоняться Богу. А этот жертвенник будет свидетелем. Да, да, свидетелем. А мы скажем, посмотрите, мы один народ. Вы видите памятник? Понимаете? А так вообще нельзя было строить другое место, нельзя было. А вот смотрите, все-таки, а вот я вспоминаю Давид, там где была Гумна, напомните мне. Орны. Орны, да. Приносил жертву на нем? Да, принес. По повелению Божьему. Во благодати уже, наверное, жертву. По повелению Божьему. По повелению, да. Это было после того, как Давид согрешил, и Господь послал ангела. И там погибло 75 тысяч, кажется, над этим, в Иерусалиме. И Давид пришел и говорит, Господи, я же виноват. Точно. А эти люди здесь. Да, да, да. И что тогда? И тогда как раз ангел-губитель остановился на Гумне в горной. И там же, напомните мне, это же там Иерусалимский храм был построен. Там был построен храм. Бог ему указал. Точно. Он построил там жертвенник, а позже, когда Соломон строил, Давид ему указал это место, чтобы там он поставил это место. Понятно. Вот где находится Иерусалим. Он его выкупил, это место, заплатил за него деньги. И это Бог повелел. Это было по повелению Божьему. Интересно, Бог, как говоришь, Бог-то он вне времени. Да, да. Он видит все. Он знает все. Некоторые даже уверяют, что это было именно то место, где Авраам принес в жертву своего сына Исаака. Гора Морья. Ну да. Ну, сам храм, который был позже воздвинут, храм Соломона, мы знаем, это тоже было как бы в увеличенном размере. Вот подобие свинии, да? В этот храм ничего не вошло. Из старого. Кроме. Ковчега. Откровения. Все остальные вещи уже Соломон сделал по-другому. Потому что, соответственно, размеров. Да, да, да. Например, столов там было десять, да, светильников там тоже было, кажется, десять. Вот. Там же еще хлебопредложения были, да. Жертвенник, если здесь было два с половиной на два с половиной метра и полтора метра, а там он сделал двадцать вактей на двадцать вактей. То есть десять метров на десять метров – это во много раз больше. Вот. То есть и людей стало больше, соответственно. Как бы нужно было больше обслуживать людей. Да. И размеры были другие. Вот. Скажите, а почему, насколько я помню, вход в Скинию, он был на восток? На восток. На восток. Это на восток. Почему на восток? С востока. Интересно. Потому что это оттуда, ну, Иерусалимский храм. Наверное, он на востоке. А вот я вспоминаю слава. В Езекииле написано, храм был обращен, когда видел этот муж. Храм стоял лицом на восток. И получается, слава Божия шла с востока. То есть почему-то… Ну, для Бога ничего нет. Что такое восток? Восток – это всегда начало. Это восход. Интересно, когда как бы солнышко входило, она освещала врата, вход. То есть это первое, что встречало, вот именно… Солнечные лучи. Возможно. Ну, Господь повелевал так, чтобы таким образом это стояло. Почему? Я вот здесь не могу вам точно сказать. Видимо, есть в этом какой-то смысл. Есть какой-то смысл, да. Почему? И именно с восточной стороны первый был жертвенник. Почему? Ну, да, это истина. Может, как-нибудь следующая программа, мы докопаемся с Божьей помощью. И да, это истина. Ну, восток – это всегда как что-то новое, начальное, да? Начинается же все с востока. Да, да. А потом идет. На запад идет. Может быть, это в том смысле, что вот это начало, оно пойдет дальше и дальше. Вот. Ну, слава Богу, что это было. Понимаю. Поэтому мы постепенно продвигаемся, ну, умывальник. А ну-ка, мы от жертвенника перейдем. Там же рядом стоял умывальник. Для священников. Да, прежде чем зайти во святилище, между жертвенником и святилищем, между ними стоял умывальник или умывальница. Это вместилище воды, медное. Оно было доступно только для священников. Исключительно. Мирянин туда не мог пройти. Мирянин мог дойти только до жертвенника и возвратиться обратно, о чем мы говорили, радостно и счастливо. Вот. Священник использовал, по повелению Господню, это вместилище воды для определенной цели. Когда священник омывал жертвы, омывал руки, вы представляете, это дело иметь с животными, с кровью. Ведь некоторые животные сжигались полностью, некоторые разделывались. То есть, можно сказать, вода там была необходима постоянно. И прежде чем войти во святилище дальше, священник должен был омыть тело свое. Что очень интересно, одежды священника были белые, льняные белые. Вот вы представьте себе, вот при таком виде работы у него были белые одежды. Интересно. На этих белых одеждах каждая капля крови была видна. Конечно. То есть, это все напоминало о жертве, о вине, о прощении. Забор, который был вокруг святилища, во дворе, он тоже был из белой ткани. Уже ворота были из разных тканей. Там красный, да, пурпуровый, червленый, красный, пурпуровый, голубой и белый. Да. Четыре цвета. И каждый имел свою символику, да. Красный – это цвет крови, пурпуровый – это власть, царство. Голубой – это небесный, белый – это праведность, чистоты. И вот это место само по себе отделенное, это место, само слово «отделенный», ведь «святое» означает «отделенный». Да. Оно отделено. Туда не мог никто. Это место принадлежало Господу. Это как сказать. Вот бывает территория, например, где-то территория, и туда посторонний вход запрещен. Точно. Например, даже в другой стране может быть посольство. Да. Оно имеет свою территорию, свой флаг. Туда только и надо иметь специальное значение, специальный пропуск. И вот эта территория была отделена. И люди, которые там служили, были посвященные. Вот священники, они были теми людьми, которые имели привилегию и честь, конечно, и ответственность, чтобы быть там. Во время, прежде чем войти в саму скинью, они использовали также вот эту умывальницу. Она играла еще одну очень важную роль. В русской синодальной Библии это так незаметно. В украинской, в английской это по-другому заметней. Она была сделана из меди. Ну, представьте себе, если медь и вода. И когда ты подходишь, ты видишь, как зеркало. Кроме того, оно было обложено, оно было сделано из зеркал. Ведь в те времена не было зеркала, как мы сегодня имеем. Там с одной ртутью, серебром, да? Полировали просто… Просто зеркало. Понятно. Отполировали сначала грубым, потом тонким, так сказать. И оно было настолько зеркально, что священник мог видеть себя. Интересно. Это является символом… Во-первых, это является символом чего? То, что совершил Христос. Вот это место, место двора до входа во святилище – это место очищения и омовения. Вот мы очищаемся кровью и дальше омываемся. Но не все идут туда. Туда идут священники. Кто такие священники? Это уже люди, которые посвященные служить Богу. А знаете, получить прощение хотят многие люди. Ну, да. А служить… А, вот это уже другой вопрос. Это уже, знаете, как бы ответственность. Многие говорят, а зачем мне много знать? Ну, зачем? Бадюшка, или священник, или пастор. Сказали, все хорошо. Меня благословили, помолились, отпустили грехи. Ежеси на небесе и все. И все в порядке. Зачем мне напрягаться? Нет. Бог желает человеку развивать его духовную жизнь. Бог хочет, чтобы человек встретился с ним, усовершился. Вот прощение у жертвенника – это только начало. Да, можно уйти обратно. Но можно поискать лица Господня. Идти дальше. Идти дальше. Да, да. Идти, чтобы там встретиться лицом к лицу с Господом. И умывальница, она символизирует, она призывает дальше. Потому что не только прощение, но нам нужно и повседневное очищение. Да. Омовение. Омовение. Да, да. Ну, Христос об этом, помните, сказал, да? Потому что мы этому… Нужны ноги мывать. Повседневно люди ходят. И это символизирует также и Слово Божие. Да. Ну… Баню и водную посредством Слова. Баню и водную посредством Слова. А это символизирует наше посвящение. Мы, принявши Господа Иисуса Христа, все крестимся. А что такое крещение? Это не плотское нечистоте мытье. Обещание Богу доброй Соли. Тут уже завет. Да. Наступает завет. Вот здесь входим в завет. Это уже начало. Это… Но без первого невозможно. Угу. Поэтому… Что здесь происходит? Божий призыв. Да. Получил прощение. А Господь дальше зовет. Иди ко мне. Иди дальше. Иди дальше. Ты еще узнаешь, сколько я для тебя приготовил. То есть глубину Бога. Глубину. Да. Красоту. А самая красота внутри. Там. И обязательно, когда ты придешь, ты получишь то, как раз то, что ты однажды потерял. Там, в Едеме. Вот. Это умывальница. И вы представьте себе. Даже Асаф, по-моему, 72-й псалом говорит. У него много вопросов было. Угу. И туда смотрел, и сюда, и там, и сям. Пока, говорит, я… Не вошел в святилище. И не разумел конца. И не разумел. То есть, действительно, Господь… Вот многие из нас затормозились в начале. Вот остановились в начале. В начале какого-то своего этапа жизненного. В начале пути. В начале, может, своих обстоятельств. Ну, этим началом, то есть, ну, может быть, все что угодно. А как вы верно подметили, Господь говорит, иди дальше. Иди дальше. Иди дальше. И причем это не имеет значения, человеческое, как бы, призвание, к чему тебя Господь призвал. Потому что мы сейчас понимаем, что мы царственное священство. Да. Мы все признаны. Да, мы не все апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя. Не все. Дары различные. Угу. Но иди дальше, чтобы ближе, больше познать Господа. Угу. И чтобы научиться, там уже в Скинии будет служение Богу, и служение людям. Бог будет менять, наполнять. Оно начинается отсюда. Это путь. Угу. Это Божий призыв. Вот я вот смотрю, какой церемониал. Там настолько оно все имело свое место, свою роль, свое значение, свою цель, свой план. Настолько вот это вот. Мы думаем, что вот. И вы знаете, нам то легче жить по благодати. Мы все это взяли в сторону, так как со стола. Да. Отодвинули это все. И готовенько и приняли. Да, да, да. Вот настолько у Господа. Вот это меня сейчас. Хорошо, что я вовремя схватил. Вот. Оно сейчас. Да. Насколько у Господа все имеет тонкость, имеет точечку, запятую, имеет штрих свой. Не отдает и не пропадет. Нет. Потрясающе. Потрясающе. Три минуты осталось. Три минуты. Что у вас на сердце есть? Мы, да, мы будем входить. Знаете как? В следующий эфир мы будем входить. Мы и дальше пойдем. Потому что, смотрите, там еще святилище, а еще во святой святых. Там целая глубина. Там сокровищ-то немерено. Там источник. Немерено. Немерено. Это потрясающе. Это потрясающе. Вы знаете, восстановить, возобновить в своей памяти вот эти вот Богом установленные некогда. Оно же для нас, знаете, к сожалению, я вот поплачусь вам в плечо, знаете, в прямом эфире. Молодежь почему-то вот… Далека от этого. Ну, не хочет познавать этого. Не хочет. Я помню, еще мне было 20 с хвостиком. И настолько это мне близко было. Настолько я сидел ночами и неделями, и месяцами в этом. И сейчас вот, когда мы беседуем с вами, оно восстанавливается в памяти. Настолько это интересно. Это просто… Это глубина… Это искусство. Это настолько Богом сделано… 100%. Потрясающе. Потрясающе. Можно я просто быстренько завершу? Я хочу сказать, что если кто-то еще не понял, то вот именно это, дорогие зрители, что Бог зовет всех. И Христос пришел для всех. Принять жертву Христа и получить прощение грехов – это обрести вечность. И затем пойти, чтобы посвятить свою жизнь Христу – это благодарное сердце. Да поможет нам всем в этом Господь. Сохранить, иметь это и сохранить до конца. Точно. Точно. Друзья, со мной в эфире был Михаил Андреевский, служитель церкви Аркайда. Здесь, в престольном граде Сакрамента. Мы, оканчивая нашу программу, мы хотим благословить вас именем Господа Иисуса Христа. Я обычно так говорю, пастор Михаил, обращаюсь к зрителям. Любить это слово – это так здорово. Читать, вникать, углубляться, исследовать, копать. То есть, настолько это интересно. И это человек, который находится в слове постоянно, написанный день и ночь, никогда не прогорит. Аминь. Ни в чем и никогда. Аминь. Не пролетит. И в этой жизни, и тем более в будущей. Благодарю сердечно. Мы снова будем встречаться. Да благословит также вас Господь в служении. Я оканчиваю Иисус Христос безмерно и велико любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте» и будьте благословенны. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok